Всем доброго дня, это Гелиусар и история России просто на пальцах. Народы СССР в борьбе с фашизмом. Советский Союз был многонациональным государством, и Гитлер, планируя нападение на Советский Союз, был уверен, что как только немецкие войска придут, все эти малые народы тут же побегут к Гитлеру с объятиями, улыбками, говорить, брат, ты пришел, ты нас освободил, и когда этого не произошло, немцы были сильно удивлены. Но при этом весь советский народ совершенно открыто сражался на победу. Все национальности сражались совершенно открыто. Среди защитников Брестской крепости, например, были большое количество самых разных людей. Более 30 национальностей, то есть солдаты более 30 национальностей были в составе воинов Брестской крепости. Это все было. Сражения. То есть не только русский народ, не только белорусы, украинцы, все народы, входившие в состав Советского Союза, принимали общее участие, приходили на фронт, сражались, сражались храбро, получали награды. Все это было. То есть, если приводить определенные примеры, то за мужество и героизм звания Героя Советского Союза на фронтах Второй мировой войны были удостоены 8 160 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша и очень много других. Самое интересное, что, например, северные малые народы очень часто шли в снайперы, так как они были очень хорошими охотниками. И много известных снайперов именно из малых северных народов. Бурятов, ненцев, чукчей. С первых дней войны советские народы стали активно переводить, все советские республики стали активно переходить на военные рельсы. А когда началась активная эвакуация, то все народы очень активно помогали в составе Советского Союза друг другу. Например, в том же Узбекистане тех, кто эвакуированных активно принимали, размещали в обычных домах, делились собственной едой. Потому что, когда людей привозили, у них не было ни жилья, ни одежды. И они приезжали, и местные жители сами принимали их, помогали им. То есть, все это было. Во всех национальных районах страны с первых дней войны ширилось движение по сбору денежных средств, одежды. То есть, все люди, все национальности активно помогали. Хотя, конечно, были и определенные национальные движения, к сожалению. Война оживила национализм, который был не везде, но был. Наиболее крупной националистической организацией была Организация Украинских Националистов. Это организация, которая была создана еще во время Первой мировой войны. И можно сказать, что и до нее активно поддерживалась Австро-Венгерская империя на территории Галиции. Это Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, вот эти города. То есть, именно там активно поддерживались подобные организации. Потом, когда началась Гражданская война, эти организации вообще изрядно так погуляли по территории Запада Украины. После того, как те территории были отданы Польше, оказались под контролем Польшей, Польша очень жестко задавила все эти организации. А после перехода к Советскому Союзу там и вовсе была тишина и покой. Но, когда началась война, эти организации мгновенно вылезли. И даже украинские националисты сформировали свою украинскую повстанческую армию. Ну, армия это, конечно, было только красивое название. На самом деле, это был сброд банды карателей, которых немцы использовали для войны с партизанами. Эти, это АУН-УПА, эти украинские повстанцы, сражающиеся за свободу, отличались настолько запредельной жестокостью, что это приводило в шок даже немцев. Иногда даже немцам приходилось вмешиваться, останавливая запредельную жестокость этих самых националистов. То есть, гитлеровцы сами останавливали украинских нацистов. Настолько те были жестоки. То есть, для нацистов, ну, есть многие памятники. Памятники эти легко можно увидеть в интернете, посмотреть, что там творилось. Это, конечно, была совершенно дикость, то, что творили эти нацисты украинские. Ну, в целом, закончили эти нацисты, конечно, вполне себе. Определенно, советские войска просто всю эту мразь уничтожили. Что ж, в принципе, активизировались некоторые националистические движения и в других местах. Было определенное движение и в Крыму, были определенные движения и на Кавказе, где немцы активно пытались раскачивать ситуацию. Но, в целом, вот эти националистические движения, они не принимали какого-то большого такого движения. Они были крайне локальными, то есть местными. На всю страну они никак не распространялись. Тем более, что советская власть, она, борясь с подобными угрозами, занималась также довольно-таки жестокими вещами. Нет, людей не убивали. Людей просто переселяли куда подальше. Их депортировали. То есть приказывали собрать вещи, причем буквально за 10 минут. И все, грузили в поезда и отправляли. Обычно в Среднюю Азию или буквально в Сибирь. Таким образом были выселены очень большое количество людей. Были выселены, например, немцы, которые жили в Поволжье. Еще со времен Екатерины, императрицы Екатерины, в Поволжье и в Новороссии было много немцев. Так вот, их всех с началом войны переселили в Казахстан. В дальнейшем было переселение также литовцев, латышей, эстонцев. Корейцев переселили после пересоединения Дальнего Востока еще в 20-е годы. Потом также переселяли с Кавказа карачаевцев, чены ингуши. Из Крыма переселяли крымских татар, в Сибирь переселяли калмыков, балкарцев. То есть, очень большое количество населения, десятки тысяч человек переселялись. Из-за вот этой вот угрозы националистических движений. Это было достаточно жестоко, хотя и может быть определенно действенно. Так как именно, возможно, благодаря этим действиям удалось избежать развития национализма в стране. Приведите примеры, отражающие многонациональный всенародный характер борьбы с врагом. Примеры очень простые. Практически полное отсутствие местного национализма и таких лозунгов в республиках, как «Это не наша война, нас это не касается». Ни в одной, ни в Средней Азии, ни в Закавказье не было вот таких слов. Наоборот, все эти народы, узбеки, таджики, грузины, армяне, азербайджанцы, все вместе вставали и говорили «Мы будем сражаться, мы будем помогать». И сражались, и помогали. Объясните смысл лозунга «Советская страна – единый военный лагерь». Лозунг очень простой. Это лозунг, при котором подразумевается, что нету разных национальностей, а есть одна армия и один военный лагерь, который ведет сражение с врагом. То есть не надо делать какие-то различия, мы все сражаемся с единым врагом, который пришел нас убить. Что такое депортация? Каковы были ее причины в годы Великой Отечественной войны и каковы были ее последствия? Депортация – это переселение и выселение части населения, ну или отдельных людей с какой-то территории на другую территорию. Каковы были ее причины? Причины были простые. Угроза развития национализма и угроза предательства Советского Союза со стороны целых народов. То есть не было известно, возможно, эти народы вовсе и не собирались никого предавать. Но Сталин и советская власть предпочитали, так сказать, перестраховаться и выселяли просто всех. Переселяя. Но при этом они не убивали, они переселяли. Каковы были ее последствия? Последствия были в том, что около миллиона человек оказалось переселено в Сибирь и на Дальний Восток с территории Европейской России. Раскройте на примерах вклад жителей национальных республик в победу над фашизмом. Что значит на примерах? Десятки тысяч солдат со всех национальностей Советского Союза принимали участие в сражениях Второй мировой войны. Множество людей делало все, чтобы помочь. Поэтому, что здесь, ну какие здесь еще примеры могут быть вообще? Расскажите о попытках гитлеровского руководства использовать национальные движения в СССР. Каковы результаты этих попыток? Ну, дело в том, что национализм в СССР был крайне и крайне слабый сам по себе. И там, где немцы были, они пытались что-то использовать, но получалось у них крайне слабо. Самые сильные у них проявления были с АУНУПА, украинской повстанческой армии. То есть с украинскими националистами. Только из них немцам удалось там что-то сделать. Плюс прибалты, да. Прибалтийские народы, латыши, литовцы, эстонцы, особенно литовцы, они вообще приложили очень большие силы к сотрудничеству с немцами. Очень активно помогали. Латыши, литовцы, они активно вступали в войска СС и очень оставили большой след в уничтожении белорусских партизан. То есть уничтожили там очень много людей. Причем эти самые латыши, эстонцы, литовцы, они занимались такими вещами, как, например, отлов русских детей для того, чтобы забирать у них кровь, так как детская кровь лучше для переливания немецким раненым. Поэтому в тех краях, в Белоруссии, очень недобрую память сохранили об этих прибалтийских народах. Так, каковы результаты попыток использования? Ну, результаты попыток использования крайне слабы, ничего не получилось. Почему в целом эти попытки закончились неудачей? Потому что националисты это крайнее ничтожество, которое не в состоянии реально сражаться с нормальной армией. Не было. Народ не поддерживал националистов. Выскажите свое отношение к коллаборационизму в годы войны. Можно ли оправдать действия коллаборационистов идеей борьбы со сталинским режимом? Нет, нельзя. Вот этого нельзя. Оправдать можно тем, что надо же было как-то выживать. Другое дело, что одно дело работать ради выживания, и совсем другое открыто сотрудничать, идя, например, в полицию немецкую, в войска СС. То есть, заниматься подавлением и убийством уже собственных сограждан. Вот за такое сотрудничество, конечно, только одно можно уничтожить, полное уничтожение. А вот остальное, ну, это, конечно, мое мнение.